Здравия соратники! Давно хотел сделать ролик по поводу вот этого человека, мастера троллей, канал Сергей Игнатенко. На самом деле это не один человек, это на мой взгляд команда, которая стоит за ним. В основном он специализировался по развенчанию мифов, скажем так, о реальной истории. На самом деле он больше поддерживал официальную версию истории, и об этом я расскажу. Но сейчас он активировался и дает вот три последних ролика, крайних скажем так. У него посвящены тому, что происходит сейчас. Он ни слова не говорит о своей позиции по поводу уколов, но просто начинает пиарить то, что происходит сейчас. Великая перезагрузка, Россия тестовая площадка и цифровая перезагрузка России. Он говорит о планах глобалистов. Казалось бы, в чем разница ли, что общего между более ранними его роликами и сейчас. Но на самом деле нужно иметь ключ. Вот всегда, чтобы увидеть какой-то пазл, расшифровать какой-то шифр, нужно иметь ключ. Если этим ключом является, например, знание символизма масонского и иллюминатского о некоторых вещах. Да, вот тут все на лицо, все. Вот оно. С неким третьим глазиком, сова. На самом деле нет уже этого филина, скажем так, который является символом в некоторой среде, в некоторых тайных обществах. Вот, и если к этим ключом еще за ключ взять отношение к официальным версиям, что на самом деле он не развенчивает официальные версии, а поддерживает их, то все логично. По-прежнему он верен своей линии. Очень долго не было ничего, никаких роликов. Допустим, был прерыв большой год назад. Самые известные его ролики вышли два года назад. И это, безусловно, это секрет невозможных артефактов и секрет невозможных статуй. Кому не жалко времени, мог посмотреть, допустим, ролик «Невозможные статуи», где он сначала много-много и идеально рассказывает про невозможность этих статуй, про официальную версию. Но потом говорит, что на самом деле эти статуи действительно сделаны вручную, действительно могли быть сделаны теми людьми, которым говорит официальная версия. Ну, просто они из искусственного мрамора. Как брался искусственный мрамор, почему никто не может повторить, почему технология ушла, он умалчивает. Причем он берет какие-то официальные версии, напечатанные, и приводит как подтверждение своей позиции. То, что на самом деле все эти статуи сделаны из какого-то искусственного мрамора. Причем самое интересное, что материал, он говорит, что на самом деле этот фальшивый мрамор изготовлен из алебастра, железная арматура. Вручную, все-таки, какими-то медными подозревая зубилами, он показывает какие-то доказательства искусственности мрамора, безусловно. Но самое интересное, что он почему-то дает нам рецепт этого мрамора из какой-то книги. И, как всегда, в доказательства он приводит какие-то сметы, как какую-то смету об установке Александровской колонны, например. Опять же, ни слова не говоря, как ее реально изготовили и из чего. Он доказательства дает смету. Мол, заплатили, значит так и есть. 6, 42, удивительные совпадения. 6, 15, 11. Прямо вот удивительные коды какие-то, циферки у него пестрят, просто пестрят. Но дело не в этом. Дело в том, что он тут какие-то приводит технологии, какие-то смеси. Сейчас я не по этому поговорю, но он умалчивает главное. Он умалчивает то, почему сейчас это все не производится. Он умалчивает тот вопрос, откуда взялась какая-то химия в то время. Там, серная кислота, еще что-то. Сейчас мы об этом поговорим и кому не жалко. Почему я вообще начал об этом говорить? Ну, многие присылают. Я, конечно, против этого. Но спрашивают, а что вы думаете о таком-то канале? Что вы думаете о таком-то канале? Ну, если своего мозга нет, то я, конечно, могу рассказать. Но вот эти некоторые тролли, о которых я по мере возможности буду говорить, это вот Сергей Игнатенко, например, он мастер троллинга. Ну, это не смысл оскорбить, это троллинг, это профессия некоторая. Скажем так, это отстаивать. Заведомо ложные точки зрения в моем понимании. Это там разгадки истории, это только в плюс и так далее. Еще целый ряд там куланов и так далее. Я по возможности как-то попробую осветить их, скажем так, работы и деятельность. Сейчас найду необходимый момент и покажу вам. Ну, вот, например, это шедеврально кое-что. Конец цитаты. Собственно, здесь все ясно. Упоминается клей, алебастер, как материал для лепнины. То есть здесь использовались технологии литья. Скорее всего, речь идет о колоннах высот. Клей и алебастер. Алебастер, если не ошибаюсь, что-то вроде гипса. То есть какой бы клей ни сделай, не слепи его с чем угодно. Назовем это с вариантом гипса. Но еще вопрос, где его взять в таком количестве. Это не станет мрамором. Это не станет вот такими вот масштабными колоннами, похожими на малахит, на очень похожими на натуральный камень. И самое интересное, что где же взять столько клея-то на такие объемы. Но к этому мы снова перейдем чуть позже. Ну и как всегда интересно его указание на сметы в качестве доказательства искусственности мрамора. Здесь присутствует также таблица со сметами указанных работ. Кстати, очень много людей спрашивают, где сметы работ зданий 19 века. Вот вам и сметы. Обратите внимание... Еще больше людей в кавычках спрашивают, где собственно сами технологии и примеры исполнения этого по тем технологиям сейчас. Потому что смета ничего не доказывает, на мой взгляд. Но он как-то вот и из пальца высасывает доказательства, напечатанные в 19 веке врагом доказательства. Карты, сметы, придуманные исторические документы. Все это из 19 века. Он приводит в качестве доказательства того, что все это сделано из искусственного мрамора. Ну-ну. Здесь рукописанные документы, которые никто исследовать не хочет, так как не всегда удобно такие документы читать. Если же опять появятся те, кто скажет, что в бумаге можно писать что угодно, таким людям я могу сказать следующее. Идите в Исаакиевский собор, найдите колонны и проверяйте эту информацию там. Показано... Как? Сметы что ли проверите? Вот искусственная манипуляция. Я вот искренне рекомендую тем, кому не жалко времени, послушать и потренироваться в формальной логике. Вот одно утверждение, делать паузу и анализировать, что он сказал. Хорошая тренировка для мозга, для логики. В нашем ранее видео есть подтверждение того, что не только мрамор искусственный в этом соборе, но и гранитные плитки. А соответственно, можно поставить под сомнение все рассказы историков о строительстве этого собора. Наверное, этот ролик был бы неполным без примера приготовления искусственного мрамора. И вот самое интересное. Где вот эта вот технология-то? Почему она пропала? Почему сейчас ее не используют? Ведь такая красота! Причем простояло это все сотни лет. Если это можно сделать из говна и палок, из гипса, и сейчас расскажу, что он там в качестве ингредиентов использует, то почему бы сейчас это не использовать? Книги «Секретный эконом», художник, ремесленник, заводчик и домашний врач. Представьте, книга датируется тысяч... Прямо ремесленник, заводчик и домашний враг. Так, все, врач, все в одном флаконе. Надо же. ...719 годом. Можете записать этот рецепт. Секрет изготовления превосходящего... Сейчас запишу. Обязательно все бросил и пошел. Вот это просто ржака. ...входного искусственного мрамора. Поставь чистый котел на горячую залу. Положи в него... Так. Ну, котел, допустим, можно и грязный, но не важно. Где взять горячие залы столько? Почему просто не подогреть чем-то? ...10 фунтов жирного старого голландского или какого-то другого молочного сыра. Мешай вот так. Условно, 5 килограмм молочного сыра. Это ж где ж столько сыра-то взять, чтобы... ...хотя бы на... ...не знаю, там минимум полтора миллиона тонн только на набережных Питера. Искусственный гранит. Искусственный мрамор. И там длиной бывает по 8 метров, по 5 метров эти вот большие такие... ...кирпичи, что ли, могу сказать, блоки. Это ж где ж столько сыра-то взяли голландского? Это ж где ж в Голландии столько коров-то? ...полстую палку и до тех пор, пока он весь раздрябнет и начнет таять. Тогда вмешай в сыр 20 фунтов хорошо очищенный, не гашенный извести. Смешанный с двумя фун... Ну, допустим, меняем фунту на килограмм, хорошо. Допустим, не гашеной извести можно найти сколько-то. ...мелко истертого и просеянного винного камня. Но не вдруг... Что такое винный камень? И как его... чем его истирать? Если искусственный гранит по твердости такой же, как и естественный. Натуральный. Это потому что, на мой взгляд, он и есть натуральный. Просто из... был как-то размягчен и залит. Так же, как и мрамор. Одно понятие искусственный камень. Это... Вот сейчас эпоксидку делают с чем-то, смешивают и называют это искусственный камень. Но как ни назови, натуральным это не станет. Можно называть как угодно. Подделка потому и подделка, что она лишь имитирует. И есть всегда отличия. Всегда есть отличия в свойства, в долговечности, в прочности и так далее. Можно размешать кипс. Туда немножко красителя. Можно немножко даже клея. И вылить это... Выглядеть, может быть, и будет, как мрамор. Может быть. Но вот по прочности точно не будет. И он не простоит на открытой местности под дождями. Зимой, летом, на жаре сотни лет. Он не простоит. Он расколется. Да и внутри видно, видно по структуре. Я же много-то видео снял и про сколы, и про колонны. Именно мраморные колонны. По тяжести, по материалам, по структуре. Все это натуральный мрамор. Натуральный. Он вылет в статуи, в колонны залит и так далее. То, что он говорит, это... Ну, просто... Работа у него такая, скажем так. Это вершина троллинга. Учись распознавать врага дружи по энергетике, по символизму. Символизм будет их падением реально. И по логике. Ну, смотрим дальше, развлекаемся. Понемногу, не переставая потом мешать к этой палкой. И подливая туда в то же время разваренного жидко на воде. И хорошо подсаженного рыбьего клея. Несколько разогретого. Сей клеевой воды до... Вопрос. Где же взять столько рыбьего клея-то? И что такое рыбий клей? Где столько рыб? Чтобы обеспечить? И где столько химии? Где столько красителей хороших? Чтобы полностью малахит имитировать. Пороховое тесто. Проховое. Что такое пороховое тесто? Тоже вопрос интересный. Ну, смотрим. А краски где взять? Можно поливать не слишком много. А столько, сколько надобно к тому, чтобы составилось густоватое, но довольно проховое тесто. Когда все сие довольно хорошо вмешается, клади в сию смесь какие угодно краски, которые все надежат стереть. И развесь не жидко, а густовато, с небольшим количеством рыбьего клея. Набросав всех красок кое-где на состав, перемешай слегка палочку и потом немедленно складывай в желаемые формы. Вымазанные немного деревянным маслом, чтобы тем удобнее было после вынимать из них штуки, которые засушиваются в тени, а отнюдь не против огня, ниже на солнце. Когда штуки совершенно высохнут, то вынимают их из форм, которые для всего должны быть половинчатые или складные. Для полирования всего художественного мрамора и для придания ему лоску, надлежит его сперва опилить или обтереть терпугом, чтобы нигде не было ямок и лощин, а потом чистить хвощом. Ежели же кто пожелает, чтобы он светился как зеркало, то взять мелко из тертого и промытого крепила, насыпать его на замшу или кожаный лоскуток и тереть он им поболее, наконец, излегка натереть белым воском и опять полировать. То есть если в результате этого количества сыра, клея, алебастра и еще чего-то, появится реально по плотности и по твердости что-то сопоставимое с реальным мрамором, или гранитом, то никакой замшей его не отполировать. Крепость, крепче настоящего, ему можно это чить, да неужели? Никаким мелко из тертым шрепелом, я не знаю, что такое, я не знаю, что такое выше, там писано деревянное масло. Что такое деревянное масло? Деревянное масло, вымазано немного деревянным маслом. Он говорит, что все это были такие очень доступные ингредиенты, ну условно там 25, ну хорошо, 20% какого-то почему-то голландского масла или голландского там сыра и условно 5% какого-то рыбьего клея. Хорошо, если мы возьмем полтора миллиона тонн где-то на всяческие различные очень твердые гранитные вещи, там выложенные миллионы тонн гранита реально только по набережным в Питере, а еще есть в центре Питера и стеллы, и плиты и так далее и тому подобное, то можно лишь предположить, что голландского масла тоже нужно около, ну минимум 200 тысяч тонн. А еще рыбьего клея 50 тысяч тонн. Повторяю, тысяч тонн. Это сколько нужно, если из-за килограмма рыбы получается, ну хотя бы 5% этого рыбьего клея, то количество рыбы, которое нужно будет поймать для того, чтобы вот в таком количестве все это использовать, это только Питер, а есть еще другие города, и не только Россия и Европа. Потому что крепости звезды, они облицованы гранитом, они, их много где есть, и здания облицованы гранитом, и это очень твердые такие и большие блоки. То количество рыбы и количество коров, которые нужно для производства этого искусственного мрамора или гранита, оно просто зашкаливает. Нету столько коров, и сейчас-то их столько нет. Вот если логику просто включить, появляются очень интересные вещи. Ну, интересно послушать этого человечка и понять, что им движет. Если эти скульптуры сфотографировать под правильным ракурсом, то можно увидеть отверстие под арматуру и даже саму арматуру. Именно, именно, но это вот все. Там видно, что это мрамор. Он очень прочный, и он очень твердый. Это разные вещи, и он очень тяжелый. Зачем железные связи вставили в натуральный камень? Официальная история нам рассказывает, что такие скульптуры делают только из цельной глыбы камня. Версия 3D принтера здесь тоже отпадает. Некоторые связи проржавели, поэтому вряд ли такое... Ну, не отпадает. Можно было сделать, а потом вот это вот металлосвязи для скрепления использовать. Сделала инопланетная цивилизация. Остаются версии отливки таких статуй и лепнины. Впрочем, вторая версия не исключает первую. Полагаю, что статую отливали по частям. Соединяли и затирали специальной штукатуркой. Уникальная и удивительная такая смесь правды и лжи. Лучший способ соврать, это сказать почти всю правду. Вот почти всю правду. И он этот прием очень классно использует. Просто замечательно. Вот если не вдаваться в детали, то просто можно поверить. Здесь я не могу пройти мимо известной в узких кругах книги Синельникова. Называется «Искусственный мрамор. Изготовление его из других искусственных камней». А также «Починка, полировка и отделка мрамора». Ну, вопрос прежний. А почему эта технология не используется сейчас? Самое позднее издание датируется 1915 годом. Здесь, в общем-то, все достаточно ясно описано. Книга находится в государственной библиотеке. То есть источник более чем официальный. То есть человек заморочился, человек не только сходил и сделал сканы документов, человек прекрасно графику сделал, в чем я сомневаюсь, что это один человек делал. Но самое интересное, что YouTube это все раскрутил на более чем 2 миллиона, 2,25 миллиона просмотров. Потому что есть не менее качественно сделанные исследования, но которые не подтверждают официальную версию, а это в целом подтверждает официальную версию, что на самом деле нет каких-то технологий, которые мы не знаем, а просто он говорит, что это искусственные технологии. Просто забыли. Ну, бывает такое, но забыли мы про эту технологию, как вот из, неважно чего, из каких-то там какашек, из масла, из старого сыра и какого-то рыбьего клея с добавлением какого-то деревянного масла, взять как-то и сделать искусственный мрамор. Но, вот даже вот если выше почитать то, что он говорит, есть противоречия. Тут говорится о том, как сделать, и что кварцевые породы, они дают искру при ударе на камень, и что они очень твердые. Постранилась она несколько лет назад, но почему-то до сих пор пытаются продвигать какие-то 3D принтеры богов и версию палеоконтакта. Процитирую пару фрагментов. Вот не надо передергивать. Нет ни палеоконтакта. И я, по крайней мере, не знаю людей, которые эту версию делают, что кто-то прилетел, понаделал нам статуй, людей почему-то, а не себя, и улетел. Да не было такого. И я не знаю, кто это делает. Искусно передергивают. Искусно просто. Высмеивая какие-то любые иные версии, ну, кроме тех, которые реально существуют. А реально существует размягчение камня. В этом, согласны все, некий геополимерный бетон. Но это размягчение натурального камня, натурального мрамора, как расплавляют и выливают, но без использования высоких температур. Просто меняется как-то структура. Потому что не нашел я свидетельствия того, что как-то вот где-то он там пожелтел, и еще что-то этот мрамор. Вот перегрева такого и бывает. А просто до размягчения не бывает. Везде он на срезах вообще беленький, блестит красиво. Там некоторые кристаллы кварца блестят. То есть это натуральный мрамор, просто размягченный. Все статуи сделаны из натурального мрамора. Да, технологии, которые мы не знаем. Но он нам говорит, что это не натуральный размягченный мрамор, а смесь какого-то сыра, какашек, клея и чего-то еще. А вот чего-то еще хороший вопрос. ...из этой книги. Формующийся искусственный цемент. У нас почему-то существует глубокое убеждение, что для приготовления искусственного камня необходимо сильное давление для прочного сцепления его частиц. Динт, однако, доказал, что искусственные массивы, приготовленные при помощи прессования, обладают очень важным недостатком. Они вбирают в себя воду в такой степени... Совершенно верно. Если взять что-то... И спрессовать это, допустим, какой-нибудь песок или еще что-то, все равно останутся внутренние поры, в которые будет попадать влага. И это совершенно точно было известно и в 19 веке, и в начале 20-го. И в то же время так глубоко, что после каждого дождя, хотя бы непродолжительного, им надо сохнуть на солнце целую неделю, для того, чтобы питавшаяся в них вода имела возможность совершенно испариться. Само собой понятно, что при таких условиях нельзя ожидать прочности. Массивы подтачивают плесень, и при первых же морозах они потрескаются по причине замерзания воды, попавшей в их поры. Французский техник Буасселье изобрел искусственный камень, не требующий для своей выделки никакого прессования и обладающий всеми свойствами лучших натуральных камней. Приготовляют тесто из гранитного порошка, уплотняемого особым веществом, получаемый по этому способу искусственным. Вот хороший вопрос. Опять же, гранитный порошок, вот он сам себе противоречит снова, если вдумчиво вот так останавливать и думать, что он говорит. Где взять гранитный порошок? Чтобы гранит в порошок перемолоть, нужна прочность выше, чем у гранита, то есть это корунт либо алмаз. То есть где взять алмаз для того, чтобы размягчить, размолоть гранит в порошок? На этот вопрос он почему-то не отвечает, просто умалчивает. Такое бывает, надо же. К тому же нужно взять особое вещество. Особое вещество – это наверняка какая-то химия. Откуда химия? Например, допустим, в XIII веке некоторые статы по официальной версии датируются версией, что это сделано в XIII веке. И с XIII века. Где вот это особое вещество в XIII веке? Вопрос. Камень имеет все свойства настоящего, ибо в состав его входит только толченый булыжник, обращенный с помощью клейкого вещества в однородную пластичную массу, удобную для... Как клейкое вещество может обратить толченый булыжник? Что это за клейкое вещество? У нас сейчас есть эпоксидка, да. Но эпоксидка – это результат очень-очень длительного исследования химиков. И после высыхания эпоксидка не даст такой же прочности, как, допустим, бетон. И точно не будет такой же по весу и такой же по структуре. То есть при сломе эпоксидки не будут выделяться вот эта структура мрамора, которую я видел. Формирование из совершенно высыхаемого через 8-10 часов, в зависимости от ее температуры. После высыхания та же масса приобретает твердость и плотность настоящего камня. И другая цитата. Каменная масса для украшения, приготовляемых из гипса. Способ приготовления этой каменной массы изобретения. Опять же, украшения, приготовленные из гипса, не станут искусственным мрамором, не станут натуральным мрамором. А все статуи сделаны все-таки из мрамора, а не из искусственного гипса. Как ты не краси гипс, он... Нет, несколько еще пошлых других аллегорий, но я не буду их использовать. Так вот, льняное масло в таком количестве, чтобы сделать столько статуй, 7 часов массы, а ей лак... Да нереально, нереально. То же самое. Невозможные артефакты. Он утверждает все-таки, что здесь все эти артефакты были сделаны из какого-то искусственного камня. Это если кратко. Сейчас попробую найти. Знаю, что в 19 веке умели делать искусственный камень. Возможно, здесь возникнет... Опять же, искусственный камень. Просто он очень похож на натуральный. Ну да, он... Но он опять же умалчивает о некоторых вещах. Даже не вот это освещение, ни на чем работали вот эти все механизмы в 19 веке до электричества. Только-только было изобретено. Он много о чем умалчивает. И вот это самое интересное. У кого есть желание поизучать и проанализировать, пожалуйста. А я в целом свое мнение высказал. Это очень хороший, скажем так, троллинг того, что происходит. Тут он говорит, что действительно было вот все как написано, все доставляли, как написано. Абсолютно. Вот тут он, конечно, ничего не говорит. Много тут высмеивает какие-то новые версии. Наверное, сам отфотошопил это все. И говорит о том, что вот эти статуи, вот эти вот вазы не натуральные, а сделанные из искусственного камня, лишь облеплены чем-то. ...вазы с ложкой дегтя, которая не спровергает последнюю версию. В коллекции Эрмитажа есть вазы, о которых исследователи обычно умалчивают. Это вазы из лазурита и малахита. Дело в том, что эти вазы не сделаны из цельного природного камня, а вазы сделаны из железа и только снаружи покрыты плитами натурального камня. Считаю. Ну, если их реально сделать из железа, что тоже не простая технология, то просто-напросто не налепить потом ничего на это, потому что железо очень хорошо реагирует на изменение температуры. многие из этих вазы стоят снаружи. И при разной температуре минус 20 и плюс 40, что иногда бывает на солнце и зимой, больше одного сезона они не выдержат. А он смело утверждает, что они сделаны из железа. Это не так. Они сделаны из такого же камня. Да, они, возможно, покрыты вот таким вот. Это я тоже показал материалом. Но так, чтобы покрыть двухмиллиметровым материалом максимум, а там есть я в миллиметр, я показывал в своих роликах. Чтобы покрыть с тонким слоем, нужно этот тонкий слой где-то взять. Я уже даже не говорю о клее, который выдержит много сотен лет. И ничего не отклеится, не отлепится. Я больше говорю о том, как изготовить тонкую пластинку из малахита. Чем отрезать? Чтобы от 2 миллиметра отрезать, нужно, получается, чтобы что-то вроде болгарки было. Вопрос, чем резали вот эти тонкие пластинки, чтобы их потом наклеить? И об этом он умалчивает. И это вопрос к Сергею Датенко. Ну-ка, попробуй-ка отрезать и прилепить чем-нибудь. Что, соплями? А чем резали, если не было ни корундовых дисков, ни алмазных? Попробуй-ка ответить на этот вопрос, Сережа. ...что создавать колонны и стены из цельных кусков не совсем однородного и хрупкого минерала не удалось. Уральские мастера заготовителей камня нашли оптимальный размер и направление распиловки камня, чтобы он был тонким и позволял покрывать любую поверхность, мраморную, металлическую, как мозаика и с подбором цельного рисунка. Затем полировкой добивались сплошности в кавычках покрытия. Скрываешь... Ну и как же интересно они полировали, чем? Опять же, нужен более твердый материал. И таких вопросов у меня много. И другой вопрос, почему он всплыл сейчас и почему он начал уделять внимание, резко перекинулся от истории к тому, что происходит сейчас. Цифровая перезагрузка, грейт-ресет и так далее. На мой взгляд, ответ очевиден. Вот тут он просто говорит о том, что происходит. Тоже рекомендую посмотреть. Очень хорошая подборка, изложение вот этих вот трех роликов. Четко показано, что происходит. Очень плотно, сжато и довольно интересно суть происходящего. Он, конечно, тоже много о чем умалчивает, о роли укализации, почему все пошло не по плану и так далее. Но в целом он очень хорошо изложил происходящее. Но кое о чем умолчал. А вот умолчал, о чем это, вопрос-таки для тебя, воин, поизучать стоит. что из того, что он освещает истина, о чем он не договаривает. Потому что откровенного вранья здесь нет. Но все сложено так, что картинка немножко искажена. Это, скажем так, если пазл кое-что убрать из общей картинки и остальное немножко натянуть, чтобы картинка была другая. Некоторые вещи он умолчал. Вот о чем умолчал, это хорошее задание для тех, кому не жалко свое время. Ну а в целом я думаю, что свое мнение о канале Сергея Игнатенко и о ряде других троллей, которые более подробно будут изложены в дальнейшем, я изложил и рассказал. Каким образом гипс превратить с помощью рыбьих какашек или там клея или коровьего масла в мрамор. Он, конечно же, рассказал, но он умолчал о том, почему если технологии были, их не используют сейчас. А на самом деле это просто полная, мне кажется, ерунда и цель одна. Очень хорошо на качественном уровне, почти как канал генез. Неважно, как он на самом деле называется. Так вот, это генез и прочее. Очень много на самом деле троллей, очень много троллей от истории, которые троллят альтернативщиков, если не смогли просто запинать и замолчать, они начали умножать, враг начал умножать количество так называемых альтернативщиков, цель которых либо сделать профанацию альтернативного исторического, скажем так, видения, на самом деле видения изучения реальной истории, либо заболтать, зафлудить, либо возвести на уровень какого-то бреда абсолютного. Ну, а самая умная часть для самых думающих это вот такой вот научно, в кавычках, доказательный, способ объяснить, что вот же все же написано, вот смета, которая все доказывает, вот книга, где сказано, что если смешать какашки, рыбьи, рыбьи чешую и птичьи перья, то получится искусственный мрамор, если еще там добавить две капельки непонятно какого красителя. Ну, и нужно всего лишь взять тонким слоем нарезанный малахит, это же просто, да, взять ножик и нарезать как масло. Малахит, например, который по твердости не уступает граниту, это же так просто. Всего лишь тонкую полоску в два миллиметра взять и наклеить на железную вазу. Но он почему-то не рассказывает на что клеили, он не рассказывает как резали, и он не рассказывает вообще для чего такие вазы сделаны. Такие вазы есть не только в Питере, но они есть и в Штатах, они есть в Италии, в Англии и так далее. На тех территориях, которые мы сейчас называем Италия, Англия. И такие статуи есть везде. И куда ни посмотри, помещик 19 века привез из Италии, хотя не по всей России, там вплоть до Новосибирска, вот в Иваново я видел и так далее. Сам показывал. Удивительно. Просто удивительное совпадение. То же самое есть и в Австралии такие же статуи, даже в Бангладеш я видел такие же статуи белых женщин откопанные там же на территории Бангладеш. И все это есть в моих роликах. Если все это сделано в 19 веке, и все это сделано из гипса, то вопрос, почему мы сейчас не используем эту технологию. И так далее, и тому подобное. То есть вроде бы он не врет. Вроде бы есть какие-то книжки, вроде бы есть какие-то смеси, какие-то рецепты. Но вот все остальное он просто не договорит. Это высший пилотаж троллинга. поэтому учись видеть врага, воин, учись задавать вопросы, правильно задавать вопросы. Искусство задавать вопросы, это целый отдельный ролик. Кто не смотрел, смотрите, это учись понимать замысел врага, учись понимать карандаш. Это тоже технология, разные технологии, психотехники, техники, рекомендации будут расти и скоро я выдам еще одну технику, которая нам это неплохая. А в целом оставайся на канале Цельнозор, изучай весь, где-то полтора тысячи роликов уже и ни один не повторяется. Я думаю, это стоит того, чтобы поизучать детальнее для тех, кто смотрит этот ролик впервые и не знает, кто я такой и чем я занимаюсь. А в любом случае готовимся, потому что все интересное только начинается. Но чтобы выжить в том, что грядет, необходимо научиться видеть врага, опознавать. Опознавать можно по нескольким вещам. Естественно, повторюсь, символизм и, естественно, попытка обмануть. А вот как враг обманывает, мы и разбираем на канале, в том числе и в этом ролике. Опять же, рекомендую канал Сергея Игнатенко, чтобы потренировать свой мозг и понять, в чем он врет, не соврав. А он отлично это делает. Точнее, та ложа, что стоит за ним. На сегодня достаточно добра, соратники. Всего наилучшего.